Давайте вспомним, что мы с вами поняли. Чем стих от прозы отличается? Стих может резать все, что угодно, и просто все спел. В стихе всегда остается размер стиха задуманный автором. То есть стих это не уровень языка, стих может разрезать все, что угодно. Начиная от звука и кончая предложением, что нетрудно, согласитесь. Предложение он режет почти всегда. Это первое. Замечательно. Итак, стих это то, что задумано автором. Дальше. Стих можно как-то помните читать не только по горизонтали, но и по вертикали. Что бы это значило? В двух строчках все слова параллельно. Здесь первое слово существительное в таком-то подержании. Здесь первое слово существительное. Ну, когда мы имеем дело, например, с явлением параллелизма. Когда мы волей-неволей сразу не поделаем. Не важно, существительное, существительное, местоимение, местоимение и так далее. Не важно что. Но что-то сравнивает. А значит, стих это всегда определенная повторяемость. Правда? А раз повторяемость, значит, неизбежное возвращение. Чтобы повторяемость была оправданной, нужно некое ожидание. Ожидание чего? Какая-то взаимосвязь, согласен. Вот я повторил 15 раз А. Вы ожидаете, что я 16 раз повторю А? Правда? Да. Но раз вы этого ожидаете, значит, вы это раньше запомнили. Правда? Вот стихе очень важно ожидание. Ожидание ритмы. Ожидание повторения того, что это повторение произойдет на каком-то уровне. На уровне стопы. На уровне слога. Или на каком-то еще уровне. Давайте посмотрим на каком-то. Вспоминаем, чем мы можем стих мерить. Самая мелкая единица, самая маленькая единица. Это, как вы помните, слог. Да? Слог. Меньше, чем слогом, мерить бессмысленно. Значит, тогда мы ожидаем, скажем, что в каждой строке будет повторяло 15 или 10. Неважно сколько. Но в каждой строке 10 слов. И это будет, как вы помните, силлобическая система стихосложения. Я в первой строчке 10 слов, я в второй строчке 10 слов, я в третьей строчке 10 слов, и так далее, так далее, так далее, так далее. Чем еще можем мерить стих? Следующий уровень. Стопа. Стопой можем мерить. Стопа, если вы помните, это соединение стихосложения. В котором на один ударный приходится N без ударных. Поскольку мы, так или иначе, связаны языком, это N не бесконечно. Помните, стопа, да? Один ударный плюс N без ударных. Сколько в реальности без ударных у нас может быть? 5. Ну, скажем так, 5 это уже предел просто совсем. Да, 5, 4, 3, 2. 2 и 3 больше всего. На самом деле, 2 и 3 более всего распространенные. Поэтому мы с вами говорили о более распространенных 5 стопах в русской поэзии. И говорили о самой распространенной стопе. Ям? Да. Ям, конечно. Как правило, да, это размер 4-х стопный ям. Но очень важно еще и то, что мы можем войти дальше и укрепить размер нашей единицы измерения. Чем еще можем мерить? Тактом или словом? Тактом, совершенно верно, или словом. Что, в общем, одно и то же, да, для нас с вами сейчас. Такт или словом? Такт. И тогда в каждой строке определенное количество тактов. Хорошо. И, наконец, чем еще? Стихом. Стихом. Самой стихотворной строчкой. И в зависимости от этого выделяют, помните, несколько систем стихосложения. Нам сейчас с вами будет важна самая наша распространенная. Сла, ту, ту, ту. И действительно, самый распространенный наш с вами размер. Ям. Четырехстопный ям. Конечно, он может быть далеко не только трехстопным. Не так. Теоретически, сколько стопным может быть ям, хорей, даттель, неважно, что. Десяти. Почему? Восьми. Сколько хочешь. Теоретически, сколько хочешь. Так вы думаете, почему длиннее, в реальности, там, тринадцати, четырнадцати стопных строчек, пожалуй, что и не бывает. А самое распространенное, это до шести, до семи, уже восьми стопный ям распадается в нашем сознании на четыре плюс четыре. Как вы думаете, версии? Ну, даже по шести и семи это обычно строчек всегда получается. Ну, что-нибудь обычное? Ну, размер обычной строчки. Что значит обычный? Можно? Да. Во-первых, это для нас привычно, поскольку так писали изначально, а во-вторых, потому что дальше уже могут, во-первых, слова ритмом стать, скажем, какое-то четвертое и восьмое. Для нас привычно такая строчка. Помните, мы говорили о том, что вопрос привычки тоже очень и очень важен. Срочки длиннее, ну, скажем так, десяти, воспринимаются на слух уже очень плохо. Но это трудно воспринять на слух. А вот четыре очень хорошо. Восемь или девять сроков. Почему восемь или девять? Разберемся. Замечательно укладываются наше, как бы сказать, поле слуха и зрения. Потому что длинную строчку еще и сложнее читать, правда? Мы помним с вами, что нормальная стопа Ямба выглядит вот так. Но есть еще и варианты. Но есть еще другие варианты. Ага, есть еще почему-то и другие варианты. Вот у меня есть строчки из коды Ирану Антоновичу. Кода принадлежит Михаилу Васильевичу Абоносову. А Ямбр Антонович был несчастный русский император. Сколько у нас Иванов в истории-то было? Шесть. Вот это был шестой. И процарствовал он, бедный и несчастный, всего полгода с небольшим. И взошел-то он на престол, когда ему было полгода. Его убили, причем не сразу, что самое ужасное. Его сверху в свое время Романосов успел ему написать целых две годы. Романосов, конечно, считал, что правильнее всего писать вот так. Раз уж это четырехстопный Ямб, значит, таких положений строчки должно быть ровно сколько? Четыре. Четыре, конечно. И мы помним с вами, мы читали, вечернее размышление. Там шла речь о том, что величие дворца можно постичь только, условно говоря, такими Ямбами. Первая ода Ломаносова написана именно так. Следующие до некоторого времени. Действительно, Ломаносов предпочитает начинать так. Целую вас, выщедрочи. Сколько стоп у нас? Четыре. Четыре, все хорошо. Целую вас, выщедрочи. Действительно, в коих прежет луч. Проверите, правильно ли я все пишу? Правильно. Брест, жиль, жиль, жиль. Брест, жиль, конечно, да, по-русски? Да, брест. Не, не стою. А сто второй слот и другое слот. Ага. Вот так вот, да, хотите? Да. Дни при вас, светлые мне ночи. Ну, неудивительно, да? Обращение к высокостоящему лицу. Держа. Давайте подумаем, все ли здесь хорошо. Целую вас, выщедрочи, невестный, в коих прежет луч. Как дни при вас, светлые мне ночи. Чист воздух мне во время туч. Ну, вообще, вообще, везде один и тот же я. Да, везде один и тот же я. Если вы говорите, что насчет того, что светлые нам хотел так же писать, а он так написал, это хорошо, а то, что это все монотонно? Нет, я тебе несколько монотонно звучит, согласен. Более того, иногда даже я бы сказал, здесь есть нарушение, но вот не в эту сторону, помните, а вот в эту. Найдите, пожалуйста, стопы, где вместо нормального ямба вдруг то, что называется спандемия, да, сверхсхемного ударения. В первой стопе внизу. В первой стопе внизу это где? На четвертой страчке надо. Чистой волк. Нет, конечно, согласен. Выщедрочи, потому что на «вы» тоже может быть ударение. Выщедрочи. Ну, да, может быть даже здесь, может быть даже здесь. Мне ночи. Мне ночи, согласен. Мне ночи. Вокреп, мне ночи. При вас все-таки, по законам русской акцентуации, вряд ли, а вот мне ночи запросто. А вокреп, мне тут. Вокреп. Но, заметьте, ни одного мы не найдем вот такого слова. Вот такой стопы. И действительно, он считал, что недопустимо. То есть, пропуск, удаление на любой стопе. Но мы в прошлый раз заметили, что бывает метр, а бывает ритм. Это открытие в свое время сделано на «вы» первой. Он понял, что метр и ритм различаются между собой. Он понял, что если мы допускаем пропуск, здесь, здесь, здесь. Но не здесь, кстати. Почему не здесь? Потому что это ритм не было. Ритм не было? Ритм не было, пожалуйста. Дело не было. Ямки не сохранятся. Когда, да, ямки тут же станет трех сторон. Правда? То есть, все, что после последнего ударения, если вы помните, нас не волнует. Там может быть на самом деле все, что угодно. Мы еще узнаем, что там может быть. Андрей делает, что ударение почему-то может пропускаться. Не то, что эту лопуну взял так, подумал, что может пропускаться, значит, может. Но увидел там и пример. У того же самого ломоноса. Во-первых, давайте подумаем, откуда эти перехии, эти пропуски, ударения могли появиться. У того же самого ломоноса. Так, слушаем. Ну, может, ударение со временем изменилось? Ударение со временем изменилось. Ну, честно говоря, ломоноса прожил он не так долго, чтобы все ударения резко изменились. Если бы он прожил 300 лет, да. Но он прожил, к сожалению, гораздо больше. Я не думаю. Да. То есть, если бы он сделал перехии, то тогда было бы гораздо больше пропусков ударения. И для того, чтобы было бы гораздо меньше пропусков ударения, все сохранилось. То есть, он специально подбирал такие слова, да? Ну, в известной степени так и было. В известной степени так и было. Почему ему приходилось подбирать специально такие слова? Как вы думаете? Да. Может быть, из-за царя. Ну, бывает, что писатель делал стихи по количеству слогов в имя царя. Это очень неплохая мысль. И действительно, она нам еще очень понадобится. Запомни ее. Ну, как бы. До определенного момента, действительно, Ломоносов старается писать, как он сам говорит, правильными ямами. Что такое правильное в его представлении? Это, конечно, вот эти, ну, в крайнем случае, вот эти. А вот эти, условно говоря, неправильные. И вот такая версия, может, все-таки неправильная. Почему? Потому что это уже хайл. И он действительно старается писать так. Мы с вами видели образец такого вечернего размышления. Помните. Липоцелья своей скрывает день, поля покрыла влажную ночь. Взошла на горы черная тень. Лучи от нас склонились прочь. Все замечательно. Когда восходит престол. Малолейкий вот этот Иоанн Антонович. Ломоносов вынужден ему писать о убийстве. Почему вынужден, кстати? Никто его формально не заставлял. Но нужно себя поставить. Малолейкий, наше благо, большие. Создание Московского университета в перспективе. А в эти годы ему нужно еще усвердиться просто в звании профессора и в звании первого поэта империи. И, конечно, он вынужден писать о дыбь. Вновь пришедшему монарху. Ну, что напишешь маленькому? Ну, он старается, пишет. Целую ручке, что к державе природа мудро в свет дала, Которым будут в вечной славе мечом грозить и гнать врага. Дальше он целует ножки, там пальчики. В конце концов появляются цвейтики, там в конце лепесточки даже. Но Иоанн Анатольевич пробыл на престоле совсем не тот. В 1742 году, в ноябре, его сменила на совет Петровна. Совет Петровна, дочь Петра I. Это случилось в ноябре 1741. Естественно, Ломоносову срочно пришлось писать еще одну порту. И вот дальше что получается? Во всем том, что Ломоносов написал до прихода на престол Елисавета Петровна, вот таких строчек с перихими почти нет. Что значит почти нет? То есть нормальный, полный удар строчек у него там 99%. Вот приходим и престол Елисавета Петровна. В первой же оде ей посвященных. Вот таких нормальных строчек становится не 99% и даже не 90%, а чуть больше 70%. Что бы это значило? Давайте попробуем как-то объяснять. Она женщина и что дальше? Ей неприлично так писать? Бум-бум-бум-бум. А то Анне Анновне не писал. Успел написать Анне Анновне. Да. Как раз имя ее. Как раз имя ее. Имя ее действительно длиннее. И, конечно, не впихнешь в размер. А если и впихнешь, на воле-неволе появятся вот эти пресловутые перехи. Е-ли-са-ве-та. Правда? И на богатство ритмическое нашего четырехстопного ябва влияет, казалось бы, такая незначительная с точки зрения высокого искусства вещи как смена правителя. Кстати, это-то наблюдение было сделано совсем недавно по поводу имени. Есть, конечно, еще одна причина. Может быть, такая более очевидная. Напомните, пожалуйста, насколько слабов в среднем падает ударение. На 3,80. На 2,80. То есть, у нас получается, что явно не на 2. То есть, конечно, Момоносов спешил. Момоносов торопился написать вот эту лоду Елизавета Петровна. И, естественно, слова подбирал менее, скажем так, продуманно. Менее четко, может быть. Это тоже важно. Конечно, на него оказал влияние и сам язык, без которого, говорят, вообще нечего делать. что получается дальше? Что получается дальше? Дальше ну, понятно, что если Ломоносов об этом всерьез задумывался, по-настоящему, то поэты прежде следующие занятия может быть задумывались не так ревностно. Конечно, пропуски у них появлялись. И в конце прошлого занятия мы с вами назвали эту цель 8 форм, которые возможны в нашем с вами 4-х стопном кемпе. Почему их 8 все лепутые? Почему их не 16, скажем? Пропуски с ученым переех. Да? То есть, помните, на первой стопе может пропускаться? Да. На второй, на третьей. На второй? На третьей. На четвертой не может. Можно все пропуски. И при этом у нас, возможно, по два пропуска в стопе. Вот и получается 8. Так, скажите мне, сколько форм у 4-х стопного хорреля? С тем же учетом. 8. 8. Отлично. Когда само открытие Андрея Белого стало доступным всем, в том числе сыноку Андрею Белому, который был победен, он понял, что с этими формами можно играть. Он понял еще простую вещь. Помните, да? Каждой определенной эпохе свой ритмический профиль соответствует. Он понял, проще говоря, что может быть и метр, а может быть ритм. Укажите, насколько в том же размере звучат такие строчки. «Прицанье шпор ходила горбясь, преданье прятала свой рост за железнодорожный корпус под железнодорожный мост». «Звучит ли это ямба?» «Нет». «За железнодорожный корпус, железнодорожный мост». «Скорей, пилот». Конечно, и там можно играть. Вы сказали, что стихи, написанные вот так бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, звучат очень монотонно. Угу. Значит, как попробовать избежать этой монотонности? Пописать пилот. Только ли провода. Зачем обязательно провода? Может быть, это интересно? Разными формами ямпов. Ага, можно писать разными формами ямпов. Условно, кто первый, кто четвертый, кто седьмой. Да? Потому что больно. Конечно. И когда мы читаем с вами, скажем, Евгения Легина, мы читаем его очень легко. В том числе, потому что Пушкин свободно этими формами пользуется. Комбинирует их. Сочетает. Дайте мне какую-нибудь страфу из Евгения Легина. Кто может прочесть? Ну, давайте первую, хотя она мне не очень показательная. Итак, мой дядя самых честных правил. Форма какая? Ям. 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 Безусловно, какая форма? Где пропущено ударение? Там пропущено лицо? Ну, давайте рисовать. Мой дядя самых честных правил. Так? Или не так? Проверите. Мой дядя самых честных правил. Ура! Итак, пропущено или нет? Нет. Не пропущено. Что дальше? Когда не в шутку за ним не мог. Пропущено? Да. Пропущено. Дальше. Помог уважать себя заставил. Пропущено? Да. Пропущено. Совсем напомните, да? И дальше. И лучше выдумать не мог. Пушкин, надо сказать, предпочитает пропускать с ноги именно вот здесь. Вот самая частая форма у него это именно вот эта. четвертая форма у него. Четвертая форма у него. Четвертая форма у него. Мы можем пойти дальше. Мы можем все четырнадцать строчек расписать. Попробовать это сделать сами, в носуге. Увидите, что строчки чередуются в самых разных формах. И, конечно, Пушкин, как бы сказать, специально об этом не задумывался. Вот он не думал, что здесь у меня будет четвертая форма, а здесь третья. Или вторая. По одной простой причине. Он вообще не знал об этих формах. Их придумает через девяносто лет Андрей Милый, да? Конечно, не знал и Державин, который писал, например, «О, ты пространством бесконечный, живые в движении вещества, сечением времени превечный, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, ком нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Богом». И так далее. Наверняка чувствуется, что это уже совсем другое разнообразие. В отличие от Ломоносовского, Маладонного, помните? Восторг внезапный ум пленил, зовет наверх горы высокой живучесть села ботанической системы, да? И яму в частности, и четырех столбом яму в частности. Вот в этом многообразии формы. Потому что можно по-разному. А можно совсем другую. В подбищенский убогий сад, темнеющие кочки, над памятниками дрожат, потрескивают оголечки. Над зарослями из дерев, прокулаковши колколами, храм ясница оцепенев, в ночь вырезанными крестами. Серебряные тополя колеблются из-за грады, разметывая на полях гушующие листопады в колебющемся серебре. Бесшумное возникновенье взлетающих недопырей, их жалобное шелестенье. У сердца тихое мое, сожженное в полдневном зное, ты погружаешься в родной знакомое небытие. Я вам прочел одно стихотворение Андрея Белова, написанное тоже с некоэкспериментальной целью. Не услышали ли вы здесь другой монотонности? Попробую прочесть еще одну страфу из середины. Серебряные тополя колеблются из-за ограды, разметывая на полях гушующие листопады. Что услышали? Ну, давайте что-то расскажем, да? Колеблются. Где пропущенные ударения? Всегда у второго. Всегда у второго. Всегда у второго. Здесь, здесь и здесь. Здесь и здесь. И так далее. Если все стихотворение первого угла написано так, это вообще перестало бы быть явно. А что это было? А вот, кстати, чем это было? А, честно, это понятно. Мне кажется, что это пополам не бывает. Пополам не бывает. Пополам не бывает, давайте думать. Амфибрахи? Это был бы амфибрахи, совершенно верно. И читали бы мы иногда с другой, наверное, интонацией. Серебряные тополя колеблются из-за ограды и так далее. Да? Правда, амфибрахи тоже с пропуском. Да? Да? Возможно, это был бы логарит. Но, конечно, белый это сделал специально. И почему все стихотворение не явно? Потому что вначале это разнообразие форм представлено. Потому что в конце целая строфа, в которой тоже все многообразие форм представлено. И это значит, что размер стихотворения очень трудно определять по одной единственной строчке. Мысль понятна? Вот мы увидели первую строчку. Нарисовали последовательность слогов. Что она... Ну, если она вот такая, то вам, конечно, крупно повезло. Тут думать нечего, правда? Но она может быть и совсем не такой. А если она такая? Если мы при этом уверены, что перед нами сила тоника, то нужно как-то думать. Что же делать дальше? Надо посмотреть хотя бы несколько строчек. Понять, какая здесь сетка получается. Откуда я знаю, что это четыре стопления? Вот не будь у меня первой строчке. Вот если я бы более 10, я бы больше, чем любой другой строчке? Ну, количество надо, я бы больше. Уже тоже хорошо. Уже тоже куда-то. Ура! Ещё. Больше ничего вообще не дурится. А что чередуется? Ударение. То есть на второе слово, то нет на второе слово. А на кроме может быть есть. На всякий случай посмотрели на ударение, посмотрели на всё, посмотрели, как действительно определяется размер этого стихотворения. Я бы не сказал, что у каждого свой. Попробуйте, в этих бумажках можно рисовать. Попробуйте, что у нас может получиться. Первое, что мы делаем. Сердце последовательность словов. Пытаемся держать в уме, что бывают варианты и иноварианты. И определить иновариант тоже не всегда просто. И самое главное, ничего не бояться. Давайте попробуем. Кто справился хотя бы там? Спешно. Я любил чистосердече. Я думал, нравится лишь им. Ум, сердце, человече и иноварианты. Ага. Так. Гаврила держали. Замечательно. Что у нас получается? Я любил чистосердече. У кого этот вариант, смотрите, да? Не в роли я. Думал нравится. Правильно? Лишь им. Ум. Так? Ну где он был? Он нашел. Ум и сердце человече были гением моим. А тогда получается три. Получается, что Хари. Конечно. Четырех стоп. Хари. Хари. Четырех стоп. Еще одно. Один секрет. Если вам очень трудно определиться с этим. Попробуйте про себя его прочесть неестественно. Вот так вот скомендируя каждый слог. Такая мечта Ломоносова о полных, настоящих, правильных хореях и ямахах. Танцовщик. Ты богат. Профессор. Ты убог. Конечно. Голова в почтении меньше ног. Это ям. Это ям. Сколько стопный? Аааа. Сейчас. Танцовщик. Ты богат. Профессор. Ты убог. Четыре. Нет. Четыре. Мало будет. Четыре. Четыре. Конечно. Голова в почтении меньше ног. Столько? Да. Сейчас с этим текстом не разобрались. Пяти стоп не маловато будет. Шести. Шести, конечно. Да. Шести. Первая строчка просто. Правда? Да. Согласен. Хорошо. Еще. Еще версия. Так. Пожалуйста. У меня уже какой-то. Сумарок. Сумарок. Я век ни разума, ни мысли не украду. И не умея чистую. Не брожу рифму стихо... От творчества яду. Не искочиваю. И там не положу я рифму в творчество яду. Стихо не подвижу. Оставлю портить я стихи от рифмы гаду. Кто гады не скажу. Оставлю портить я стихи от рифмы гаду. Кто гады не скажу. Угу. Так. Замечательно. Версия. Я считаю, что это ям разностопный. Разностопный, но при этом урегулированный. Правда? Угу. Ага. Первая строчка. Кто шести? Где век ни разума, ни мысли не украду. Правда? Ну и так далее. Портить я стихи от мысли гады. А вторая? А вторая... Трех. Трех, конечно. Яма. Как это записается? Яма. Разностопный ям. Разностопный ям. Разностопный ям. Мы на всякий случай укажем, что это шесть три. Шесть три, шесть три, шесть три и так далее. Так. Хорошо. Отлично. Еще время. Сумароков. Сумароков. Не гордитесь красной девки. Ваши взоры нам из девки. Не беда. Хоть одна из вас гордится. Вольно сто сыскать девицы. Завсегда. Может это четырехслотный яхарей? Может быть. Отлично. Попробуем доказать, что у нас Сумароков легче всего определяется. Да? С размерами, если честно. Не гордитесь красной девки. Ваши взоры нам из девки, конечно. Да? Не беда. Правда? Угу. Коль одна из вас гордится, можно сто сыскать влюбиться. Завсегда. Больше наяву похоже на. Ну, от вас на поле есть. Наяву похоже на. Харей. Харей. Харей, конечно. Видите, да? Вот он. Раз. Два. Три. Четыре. Правда? Но. Тут-то все хорошо. Харей четыре. Харей четыре. А тут с этим что? Разновики. Либо считать, что это опять-таки разностопный Харей. Да? Мне кажется, что это Харей примерно с яблой. Вот это вот ябл. И тогда это четыре. Два. Два. И так далее. Точнее нет. Четыре. Четыре. Два, конечно. Потому что вот что повторяется. Раз единиц повтора, два единиц повтора. Правда? Да. И я посмотрю дальше так же. Значит, либо это вот так, действительно. Либо, ну что делать? Либо мы должны признать, что сюда вмешалось что-то еще, кроме Харей. А именно анапис. Да. Может быть, я так честно говоря. Да? Но тогда это опять-таки правильное очередование. Харей четыре. Харей четыре. А она опять. Правильно? Важно, чтобы мы выделили повторяющуюся единицу. Еще у нас сложные варианты, интересные, трудные. Так. Опять же, Смароков. Знаете, как творчество, это различие родов. И что начнешь, ищи к тому приличных слов. Не раздражая мусс трудным своим успехом, ты заметали, а вмену смехом. И что это? Я считаю, что это ям. Сколько стоп? Шестистопный. Это шестистопный ям. Так называемый Александрийский стих. Когда шестистопный ям у нас замечательно повторяется. Во-первых, это устишее всегда. Если это Александрийский стих. И не мудрено. Смароков переводил с французского. Шестистопный. Ямба. И, кстати, по содержанию. Я надеюсь, вы не забыли за определением размера. Как немножко за содержание. Что значит этот совет? Прочти еще раз вслух. Знаете, касательно всекотворки. Ну, не торопись только. Знай, в стихотворстве ты различия родов. Итак, знай, в стихотворстве ты различия родов. Он кого-то получает. И что начнешь, ищи к тому приличных слов. Не разгрожай ему худым своим успехом. Слезами талию, амель помену смехом. Значит, это какой-то совет, видимо, начинающему писателю. Не раздражать. Слезами талию, амель помену смехом. Это как? Кто такая талия? Кто такая мель помену? Это амель помену, это амель помену смехом. Это музы. Ага. Почему? Талию не надо влезать. Потому что талия это музы комедии. Конечно, да. А амель помену, амель помену смехом. Трагедия не труд догадаться. Да, конечно, конечно. Это значит, по-просту бывает, да? В комедии не грусти, не заставляй печалиться. Правда? Трагедия не хохмит. Это тот же самый совет, который добрал помните и Буано, и на самом деле Гораций. С размерности частей, направленности. Все хлопает, ранение не ходит, идет меж кресло по ногам. Ну, Александр Сергеевич Пушкин, мне кажется, дрем. Ну, можно сказать, уже заранее, да? Если появился Хнегин, все хлопает, они не ходят, идут меж кресел по ногам. Двойной лоргунет. Сокрасясь, наводят на ложи незнакомых дам. Да? Что за размер? Ям. Ям? Причем? Четырехсотный. Четырехсотный, ура! Четырехсотный ям. Прекрасно. Довольно сложный размер там уцучего. Все темнее и темнее над землею. Тоже пока никто не определил. Так, пробуй. Я знак бессмертия себе воздвигну. Превыше пирамид и крепче в ниге. Чтоб уже окне ломбиться, прийти не может. Прекрасно. Четырехсотный ям. Замечательно. Сколько стоп? Пять. Пять стоп. Пятистопный ям. Особенно стрельковки какая. Я знак бессмертия себе воздвигну. Превыше пирамид и крепче в ниге. Рифма есть? Нет. В том, что у тебя там? Нет. Рифма нет. То есть это белый, да? Пятистопный ям. Белый. Это мы, конечно, тоже можем показать. В особенностях рифмовки. На всякий случай. Так. Такое. Ломоносовок тоже есть. И он перевозит первым цистопным ямом знаменитую одгу Горация, Комерпомение. С которой позднее Пушкин создаст с этого же образца свой знаменитый памятник. Замаропов. Зачем я скрываю сердце скорби. Отчем я спокойно кажусь. И могу спокойно быть в минуты. И могу как много не чусь. В сердце тяжким строгом. Больше только слезам. Возвлекаю от тайны и крестей. Это мое старание сделать бесполезным. Их ищет полиция. По-моему, это разностопный хари. Разностопный хари. Разностопный согласен. Ты мое старание сделал бесполезным. Ты, о, хищник вольности моей. Да? Как вы думаете, это кто кому вообще может писать? Женщину-человеки? Ну, конечно, да, конечно. Скорее всего, мечта, да? Скорее всего, какая-то безответная любовь. Правда? Четно я скрываю сердце скорби любви. Четно я спокойно и ухожусь. Прекрасно. Так. А разностопненький, если он разностопный, то сколько? Четно я скрываю сердце скорби любви. Четно я спокойно и ухожусь. Шесть пять. Шесть пять, конечно. Шесть пять. Шесть пять. Прорей шесть пять. Как вы видите, это уж не такое сложное дело. Сложно, наверное, сейчас было другое. Сложно было читать, например. Я уверен в этом. Я их специально подобрал из литературы в основном восемнадцатого века. Из Ломоносов, из Сумарокова, из Державин. Это имена людей, которые составили начало нашей литературы, славу ее. И заметьте, ко всему прочему, это имена людей, которые очень интересовались размерами стихотворными, хотя бы потому, что им приходилось писать очень часто впервые по-русски и имена. Понятно, Четвич? Понятно. Понятно. Эти люди действительно начинали нашу литературу. И действительно, я вас уверяю, разбирались в том, что такое Ямба и Хари. И иногда какие-то вещи писали специально, экспериментально. Например, вот такое. У Сумарокова есть вещи поинтересные, числометрические. Но это у нас не должно случаться. Важно, что это появилось. Важно, что это пошло. И дальше мы, конечно, с этим будем работать и разбираться. Важно. Важно. Важно.